Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Именно в этот день, в 1982 году, комиссия проголосовала за полный запрет коммерческой добычи китов. Сегодняшний день считается Днём защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих. Ежегодно в этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение. Китовый промысел – не единственная угроза для данных животных. Ещё один из главных факторов – это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. В октябре 2018 года стала резонансная ситуация с китовой тюрьмой в Приморье. В Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии. Животных поместили в вольеры в бухте Средняя в районе города Находка. После вмешательства зоозащитников Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в бухте содержатся 11 косаток, занесённых в Красную книгу Камчатского края, и 90 молодых белух, которые были выловлены с нарушениями закона. Были возбуждены уголовные дела по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов и жестокого обращения с животными. Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях Российской Федерации обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы. Субтитры создавал DimaTorzok